Добрый день, дорогие друзья! Дамы и господа, мы с гордостью представляем вам картину Юрия Григоровича «Абстракция». На этом полотене ничего. И в этом суде. Восемьсот тысяч. Юрий Григорович больше ничего не написал. Миллион шестьсот тысяч. Номер восемь. Раз. Номер восемь. Два. Номер восемь. Три. Миллион шестьсот. Продано. Вам. Поздравляю. А где царица Савская? Или ты ее уже по-быстрому? Как кролик? Да заткнись ты. Что? Заглохла песня, песня твоих слов. Не встал. Ну, царица, ну, нам банька, песняка, песня. Что вы далеко? Да так точно. Алексей Трифович, нам пора. Действительно. Господин Чапурин, позвольте откланяться. Да. Да с Богом свидимся. Это что за господин такой? Сами видели. Мужик серьезный. Да гонит она. А если не гонит? Эй, Русланда, гуляй пока. Погляди, как стоит. Твой мужик вернется. Давай, давай, давай. Ну, не грусти. Ну, не грусти за эти такую вещь. Если баба уходит, никогда за ней на битве. Обязательно будет другая за ней. Обязательно. Ты совсем дурак? У тебя что, мозгов нет? Кто-то всю жизнь пашет, как лошадь, и не имеет даже десяток долей того, что я крути за один вечер. И начнем мы с незабываемого вопроса, который я готовил еще вчера. И Янис об этом не знает. А вопрос самый простой. Почему в кино так любят рыжих? Любят? Любят. Реклама, обязательно должен быть персонаж рыжий. Если кинокомедия, обязательно должен быть либо роль второго плана, либо первой, обязательно рыжий. Либо рыжая. Неважно. Я имею в виду, что тут никакая не гендерная основа, никакой пол не имеет значения. Вот. Дети рыжие. Обязательно в кинокомедии. В любой. Российского или проката, американского или европейского. Обязательно. Объясни, в чем. Почему режиссеры... Вот ты как режиссер и рыжий человек. Да? Ну, во-первых, я не режиссер, а рыжий сёр. Рыжий сёр. Во-вторых, я не рыжий, а золотой. А вот оно как. Вот. Я ещё в детском садике, когда меня пытались... Меня пытались называть рыжий. Все мои драки в детстве и в школе были за то, чтобы отстоять, чтобы меня не называли рыжий. Это я потом понял ту награду, которую я получил свыше от Господа, родившись с таким цветом волос. А когда ты маленький, ты всё-таки защищаешься, чтобы тебе эта кличка не приглашала. Понятно. Я вырос, ко мне эта кличка не приглашала. По крайней мере, в лицо мне никто не говорит рыжий. Может быть, за глазами, может быть, кто-то в телефоне написан, а я не с рыжий. Я не знаю. Вот. Почему любят... Ну, во-первых, это люди, как считается, поцелованные солнцем. Да. Но помимо этого... Я не скажу, что прямо в нашем кино так сильно... Вы мне скажите какого-то известного человека, суперзвезду, российского кинематографа с рыжим светом волос. Стоп. Нет. Не обязательно... Обязательно. Нет. Пожалуйста, чучело снималось... Подожди, снималась Кристина Арбакайта. У нее же не рыжие волосы, но ее сделали... Рыжий человек – это характер. Да. Это не просто оттенок. Это не просто, да. Это харизма. Абсолютно точно. Согласен. То есть, когда ты красишь себе рыжие волосы... Это уже не подлинник, это копия. Да. Так точно. Но почему-то на это идут? Ну, идут, наверное, потому что, ну, красиво, когда у тебя разная гамма палитра в кино. Ну... И даже если... Ну, то есть, я не знаю... Получается какой-то, знаешь, стандарт. То есть, если, значит, ребен... Пожалуйста, мультики все, рыжие-рыжие конопаты, помнишь? Да. Вот. То же самое... Ну, да, там... А я дедушку... Все... То есть, на этом идет обыгрыш. Вот, объясни мне... Ну, то есть, ведь это... Понятно, что поцелованный Богом, от этого никто не открещивается. Это здорово. Нас мало. Вот. С нас все началось, с нами все и закончится. Да. Берегите рыжих. Вот. Показывайте чаще. А вот со здоровьем как у рыжих? А золотых тяжелее? А? Как у золотоволосых со здоровьем? Считается, что очень с характером люди, но... Со здоровьем? Да. Ну, мы чувствительные. Да. Мы чувствительные. По крайней мере, болевой порог у нас гораздо ниже, чем у обычно. Ведь больше было светлых людей изначально. И греки. Элины тоже были, конечно. Были тоже светлые. То есть получается, что это, казалось бы, яркий цвет должен быть хорошо доминирующим. Ну, нет. Темный все-таки сильнее. Даже если красную краску с черной смешать, все равно черная. Вот скажи, пожалуйста, когда твоя первая роль как актера, не режиссера, актера, цвет волос был решающим фактором? Вот так честно. Моя первая роль, это был 2006 год, я еще в Афгике учился. Ты же более 40 фильмов снялся. Поэтому есть чем спать. Это была краткометражка «Анино Василий». Я там играл беженца грузина, беженца из Абхазии. Ну... Кстати, в Грузии тоже были светловолосые. Ну, я не знаю, сыграл ли светлые волосы в этом. Может быть, отчасти, да. Да. Но режиссер тебе об этом не говорил, что искали... Нет, нет. А вот смотри, когда режиссер выбирает себе... Теперь я уже тебе возвращаюсь как режиссер, да? Есть сейчас кастинг-директор, которых в свое время не было. Был просто кастинг. То есть приходил второй режиссер, ходил, допустим, по улицам. Я так попал, когда ребенком был на один из кинофильмов. Вот. И говорит, давайте на просмотр, туда-то во столько-то времени. И уже сидел сам режиссер, да? Оператор и так далее. То есть большая часть съемочной группы, которая принимала в процессе в этом делу. И выбирали. И тогда уже, я помню, вот это была кинокомедия «Беглец» с Юрием Никулиным. Маленький «Беглец». И там выбирали мальчика, специально ребенка. Я слышал, как режиссер говорил, так, все хорошо, значит, но мне нужен рыжий, вот нужен цвет. Почему так? Вот, а вот для тебя вот есть это тоже такая... Вот на какую-то роль ты видишь, и именно вот должен быть человек с золотым цветом волос. Почему? Потому что это, значит, какой-то дерзкий характер. То есть это бунт. А любой фильм – это конфликт, правильно? Так точно. Значит, вокруг этого человека будет конфликт. Ну да. Ты тоже из этого исходишь? Когда выбираешь? Смотрите, Дмитрий. У меня, во-первых, опыт режиссерский не очень большой. Тем не менее. Я получил одну короткометражную работу, и сейчас готовлюсь к полнометражной. У меня главная, какая у человека энергетика. Я больше иду от внутренних качеств, нежели чем от внешних. Даже когда прописываю вот сейчас сценарий, я не пишу, что у него должны быть какие-то волосы, там, брюнет, черный, блондин. Это не прописывается. Прописываются более какие-то характерные вещи, прописываются более биографические вещи, которые могли сподвигнуть его на принятие тех или иных решений. Ну да. А цвет волос, ну, это уже дело вкуса, наверное, когда тоже составляешь какую-то картинку вместе с оператором и со всеми этими кастинг-директорами и так далее и тому подобное, ты уже начинаешь примерно понимать. Иногда ты пишешь уже… Режиссура у меня, она же мне не для заработка, как говорится. Режиссура – это у меня… Я сниму следующую картину тогда, когда не снять уже не смогу. То есть я из нее не делаю цеховую какую-то историю для того, чтобы снять, заработать, снять, заработать. Я из нее делаю высказывания. Каждая моя режиссерская… Вот у меня была одна режиссерская философия. Я ее снял в 33 года. Мне должно было исполнить 33 года. Я подумал, что ты миру оставишь. Возраст Христа. Да, пора. В семье нет, детей нет. Что ты оставишь? Думаю, надо сделать продукт какой-то… Мужчина же может рожать. Образно. Творческие дети. Творческие, согласен. Кино, картина, стихотворения. Скульптура. Это же то, скульптура. Это же тоже дети. Конечно. Духовные дети, понимаете? Вот. Как и женщины, собственно говоря. Это может быть продукт одного человека, может быть несколько людей. Вот. Я решил сделать это кино. Вот. Потихонечку сейчас готовлю свой полнометр. Там два варианта есть полнометра. Ну, два сценария, скажем так. Один будет называться «Золотое кольцо Босфорского царства», который мы делаем вместе с… вот. Есть такой сейчас проект. Я являюсь вам амбассадором. Новый туристический маршрут «Золотое кольцо Босфорского царства», которое пролегает на территории бывшего… Раньше на этой территории, это территория Черноморского побережья, располагалось первое государственное образование. В России две с половиной тысячи лет там находилось Босфорское царство, где был царь Метридат Евпатор. Вот. Оно как раз таки было, где Крым подникопей, Керчь, которая сейчас нынче зовется, это был подникопей, где Тамань, Фанагория, где Геленджик – это Торикус, бывшие античные города, где Анапа – это Гургиппе, это все античные города Босфорского царства. Сейчас воскресает вот этот маршрут туристический по этим местам. И как одно из продвижений, скажем так, этой истории, вот есть «Золотое кольцо России», все понимают, что это такое. Вот чтобы понимать, что такое «Золотое кольцо» Босфорского царства. Это вот одно из… Готовим по этой тематике и, соответственно, к фильму пишем сценарий. Второй фильм будет называться «Я грек? Вопрос». — Ответ. — Вопрос. Вот. Это будет комедия очень смешная, я ее давно вынашу в голове и, ну, посмотрим. С Божьей помощью все получится. — А теперь снова к актерским ролям. Ну, я понимаю, что актер, в принципе, человек, с одной стороны, подневольный, да? То есть ему дают роль, и он ее в силу своих возможностей и умения воспроизводит. — Были ли такие роли, которые предлагали Янису, и он говорил, что это не мое? — Ну, было один раз. Да, один раз со мной это было в истории. Это было в кино, у режиссеров, у моих друзей. — А что не совпало с мнением Яниса и мнением режиссера на эту роль? — Там нужно было играть гея. — Понятно. — Ну, просто я бы не хотел, чтобы через меня... Я понимал, что это полный метр, что это подающие надежды режиссеры, что можно выстрелить и так далее и тому подобное. Ну, вы знаете, как объяснить? Ну, я сейчас не то, что противник чего-то. Когда закрывается ключ в спальне комнаты, в твоей спальне, это твое личное дело, это твое тело, твое дело. Ты с кем хочешь, как хочешь, что хочешь делай. И это... Не выноси на улицу. Мы же не выходим на улицу, не говорим, что мы семья, а это нормально. Ну, все. Для меня... У меня такая простая позиция. Если бы от этих союзов было бы продолжение рода человеческого, естественно, да, то как бы вообще разговор о нем? Ну, там же нет продолжения рода. Ну, и все. Вот. Это противоестественно. — Тогда вопрос... — Я просто не знал, какие-то фильмы буду показывать потом папе. — Могут не понять. — Подрасту я сыну, говорю, сынок, иди, я тебе сейчас покажу фильм. Я понимаю, что я актер. Но актер — это адвокат своей роли. Есть, когда за персонажем стоит что-то большее, нежели чем ориентация. — А может, просто психологический человек не готов? — Нет. Когда есть что играть. А когда ты играешь гея ради гея, смысла нет. — Хорошо. Тогда скажи, пожалуйста. Есть ли возможность у актера в праве выбора в работе в кино? То есть ты можешь только отказаться. Второй вариант есть, альтернатива? — Ну, наша жизнь всегда состоит из принятия решений. — Нет. Я имею в виду, вот смотри, режиссер сказал, Янис, я вот вижу тебя в этой роли, да? — Да. — А ты говоришь, я себя не вижу, но я вижу себя в другой роли. — Нет. — Актер должен знать свое место. Извините, конечно. — Ну, слушай, плохо звучит «свое место». — Свое место. Режиссер — это художник. — А актер кто? — Надо знать свое место. — Творец. — Художник, когда — это краска. Художник, когда рисует картину, он у краски не спрашивает, можно тебя взять больше или меньше, можно тебя взять. — Он берет и рисует. Актер, он, как и все остальные вспомогательные для режиссера, он краска. — Да. — И он не должен мешать творцу. Да, понятно, что это тоже творец, он там продумывает образ то-то, но он должен дополнять, потому что в итоге в эпицентре этой пирамиды стоит режиссер, а не актер. Да, актер — это главное, на его лицо продаются билеты в кинотеатре. — Конечно. — Да, разговора нет. Но, когда ты уже согласился, и ты входишь в процесс, ты должен понимать, что ты краска. — Да, понятно. — И ты не должен мешать творить художникам. — Нет, ну я же говорю, до начала процесса... — А до этого ты должен принять решение, а ты входишь в эту... — Нет, ты же можешь принять решение другой краской войти в эту картину. — Не, ну обсуди, конечно. — Вот. — Если ты можешь обсудить, если ты чувствуешь в себе потенциал, веришь в свои силы, то пожалуйста. — Слушай, а вот сейчас все-таки в большей степени, при том, что художник остается художником, я имею в виду режиссера, но огромную роль стал играть человек по профессии продюсер. — Ну да. — И даже есть название «продюсерское кино». То есть получается, что за этот продукт отвечает за кино уже отвечает не режиссер, художник-тире, а отвечает продюсер. А кто тогда продюсер в кинематографе? — Хороший человек. — Это не профессия, Янис, это не профессия. — А я докажу своей жизнью, что хороший человек — это профессия. И пусть больше людей идут и учатся на эту профессию. Продюсер — это человек, который находит инвестиции для кино и делает. Он должен тоже знать свое место. Он не должен мешать режиссеру творить. Вы посмотрите, какие хорошие взаимоотношения были между Сильяновым и Балабановым. Это было настоящее продюсерское кино Сильянова, который позволил втворить абсолютно полностью, сдать свободу творчества Балабановым. — А ты не думаешь, Янис, что именно под Балабанова давали деньги Сильянова? — Это то же самое, как размышлять, что было раньше. — Нет, нет. — По-разному все. Кто давал деньги? На брата кто там дал деньги? Бюджет брата. — Это понятно. — По тем временам, да. Нет, я к тому, что это ты называешь, знаешь, как правило исключения. И то это было в том период, когда денег вообще было мало. Уж про кинематограф. — Ну да. Закрываем театры, и кино было, ой как, нелегко им было выживать в это время. — Слава богу, в это время. — Да, выжили. Я про другое. То, что сейчас большинство кино, кинематографы, не только у нас, берем более широкий спектр воздействия, везде дают под актеров. Если ты яркий актер, режиссер под это дело, соответственно, и продюсер находит деньги, если у тебя будет сниматься Де Ниро, если у тебя будет сниматься Гармаш, да, если у тебя будет сниматься Машков, если у тебя будет сниматься, я не знаю там… — Не знаю, я понимаю, о чем вы говорите. Я вот, например, свои фильмы, которые планирую снимать, по крайней мере, точно фильм «Я грек. Вопрос», я не хочу привлекать ни одного знаменитого актера. И это не скажу, что принципиальная позиция, я хочу, чтобы картина заходила. Вы знаете, самый окупаемый фильм в истории кинематографа — это «Моя большая греческая свадьба». При вложении в 5 миллионов долларов они вытащили 500 миллионов долларов. — Да, есть «Аватар», 4 миллиарда вытащили, но они вложили лярд. — Да, вложили много. — В «Моей большой греческой свадьбе» не снят ни одной звезды. — Так в «Горько» тоже не снималось ни одной звезды. — Произошел эффект. — А что потом с «Горько-2» было? — Что было? — Моя большая греческая свадьба, часть вторая, тоже не так прошла, как «Моя большая греческая свадьба». — Потому что хотят на тех же лыжах заехать в рай. — Да, заехать в рай. Почему, наступая на те же грабли, все равно пытаются, зная, что не будет иметь успех второй, и все равно люди снимают надежды, я понимаю, убирают последней? — Ну ничего, елки зато имеют успех. — Ой, не смотрел, не знаю, не могу ничего говорить. — Люди зарабатывают, нормально все. — А, нет, даже зарабатывать это… — Зарабатывают, да. — А для вас, Янис, господин Политов, что важно? Зарабатывать деньги или все это? — Политов знаете, как приводится? — Хорошо, вы не сказали «Гражданин Политов». — Нет. — Правильнее было бы так, потому что «Политов» — это «Гражданин». — «Политис» переводит с греческого «Гражданин». — «Политис», да, да. Но я его веду с большим уважением. — «Гражданин Политис». — А «Гражданин» вообще это… «Гражданин» звучит… — Ну да, это гордо. — Конечно. — Конечно. — Это в нашем понимании, как это «Гражданин начальник», «Гражданин…» «Дайте свой документ». — «Гражданин» — это очень интересная история. — Почему-то у нас оно как-то не очень котируется. — Внедрим. — Внедрим. — Сделаем апгрейд. — Янис апгрейд сделает в сознании. — Так. — «Россиян». — Слушай. — Ну, мы один раз живем, почему нет? — Согласен. — Вот, говоря опять же об актерах, почему у нас, и не только у нас, вот есть заангажированный актер, и начинает снимать его направо и налево, там, где нужен он и не нужен, где нет успеха и где есть успех. Вот. И режиссеры ведь за это берутся, понимая, что, ну, не в каждом проекте этот актер будет на своем месте. Вот объясни мне это необъяснимое. — Ну, пока, как говорится, карта идет. Актер быстренько понимает, что его путь… Знаете, Шиловский нас учил, Сергей Николаевич, мой мастер. Он нас учил тому, что на «Олимп» не так-то сложно взобраться. Сложнее всего там закрепиться. Очень мало кто может закрепиться на «Олимпе». Вот. Поэтому, как правило, наверное, актерская боязнь — одна из страшных снов, скажем так, актера — это, наверное, когда ты уже там и боишься, что тебя там уже не будет. Ты начинаешь быстренько-быстренько хотя бы, пока это имя есть, и быстренько себе заработать денег, устроить какой-то быт. Ну, как сказал… Как вот о Господе Батле, по-моему. Когда искусство становится ради денег, прощай надежды на настоящее искусство. Поэтому нужно понимать… А нашим кино российском это выражение подходит? Нашим кино… Частично. Ну, у нас… Мы можем попрощаться с надеждой на настоящее искусство в нашем кино. Но смотря на молодые дарования, которые… Понимаете, нужно молодым давать дорогу. Вот я всегда за это топлю, топил и буду топить. И у меня вот… Это всегда так говорят. Почему говорят? Слушай, молодой актер потом становится взрослым актером. Да. Зрослый актер становится пожилым актером. И пожилой актер, он, может быть, сознание еще остался в том, и он не хочет мириться с тем, что ему нужно уходить. Как, знаешь, спортсмены. Есть спортсмены, которые… Да. Не нужен ты уже. В команде там легче удержаться. А если ты один борешься… Да, это, конечно, да. Это беда. И это беда в психологии человека. Уходить надо красиво, уходить надо вот так. Назови мне хотя бы 50, ну, 50 на 50 процентов людей, которые уходили вот так. Говорят, я устал, я больше не снимаюсь. Назови мне хоть одного актера. Они все там до старости, до глубокой, хотят хотя бы в маленькой, ну, снова почувствовать себя там. Вот в этой… Это наркотик. В этой жизни. Это наркотик. Творческая жизнь. Ты не можешь себя чувствовать, что пенсионеров нету для старшего поколения ролей, что ли, нету? Есть. Но меньше. Гораздо меньше. Обрати внимание. Ну, то есть, когда тебе 70 лет, то все равно не перебьешь 30-летнего в игре, ты не станешь играть 30-летнего. Ну, о чем я разговариваю? Однако были актеры, не буду называть, я уже об этом актере и говорил, и режиссере, и большом человеке, что он играл Пьера Безухова в свои 40 с лишним лет, в котором он был 18. И ничего. Вот. Он как режиссер решил, что лучший на это… Ну, вот так. На это кандидатуры нету, чем он сам. И Оскар взял, да? Ну, взял, как иностранный фильм на иностранном языке. Это немножко другое. Вот. Это значит, здесь звезды сошлись. Как у тебя хорошо, Янис, все сходится так. Здесь звезды сошлись. Там, там… Нет, подожди. Критикуешь – предлагай. Это всегда так. Предлагаю. Я и предлагаю. Почему были аналоги этого фильма, и они не то, что там американское кино лучше или хуже, оно другое, или европейское. Но там Пьера Безухова играл именно 20-летний актер. Ну, а сейчас там играет афроамериканец и греческое божество. Ну, это же… Ну, мы сейчас про что говорим? Ну, какие времена он ранал? Он… Ну, сейчас… Что мы сейчас будем? На это дискутировать, на этот счет, что ли? Нет. А почему бы и нет? Всегда есть история, на которую мы опираемся. И это опыт, хороший он или плохой, он уже есть. История – это только то, что ты видел своими глазами. Да что ты говоришь? Хорошо. Тогда… Ну, как? Мы же читаем слова Аристотеля, там, Сенеки. Мы же его не видели глазами, но мы… Ну, если это выдержано временем, прошедшее через… Вы представляете, когда это… Оно прошло, но оно, видимо, и адаптировалось… Сколько, сколько, сколько всего. …и переводилось. Адаптировалось, переводилось, но истина-то сохранилась. От нее же никуда не уйдешь. Истина-то навсегда сохранится. В заключении нашего разговора, Янис, я думаю, от тебя так… То есть, тебя легко так не возьмешь голыми руками. У тебя на все есть ответ. Жаль. Хотелось что-нибудь так… Хотелось бы взять. И поставить тебя в тупик. В тупик. Поставить тебя в тупик. И вот такой вопрос тупичковый в плане личной жизни. Можешь не говорить. Я к тому, что… К сожалению, так… Ну, практика. Очень многие режиссеры, да, они как раз снимают своих жен. И снимали. Но были актеры… То есть, были режиссеры, которые, в общем, своих жен… Ну, если и снимали, то на вторых ролях или в эпизодах. А были режиссеры, которые вот во всех театральных постановках… Я не только кинорежиссер, да. Всегда видели «Примадонн». Ну, как вот «Самерсет Моэм», да, театр. Потрясающе. Ну, это вот прямо обращик того, что происходит и происходило в кино и театральном жанре, да? – Марсель Метуа? – Да. Ну, вот скажи, Паста, вот на твой взгляд, если бы… Я вот тебя пофантазирую, как быть, если супруга твоя актриса или любимый человек, с которым ты живешь, да, ты режиссер. И ты можешь решить, что в этом и сделать ей приятное. Будет сниматься она. Но ты понимаешь, что это будет шаг назад, и ты видишь другого человека, но вот компромисс между своим личным и то, что ты хочешь показать. То есть, творчество и личное, оно может идти… – Я идеалист. – В разрез. Так, продолжайте. – Женщина не станет моей женой до тех пор, пока я не встречу своего человека. Что значит свой человек? Это тот человек, который твой. Не которого ты сделал своим и говоришь, теперь это мое. Нет, который твой. И если это твой человек, то у тебя не будет никаких с ним недосказок, недомовок и так далее и тому подобное. И если ты, как художник, примешь решение, что ей сейчас не место здесь в этом фильме, а место другой актрисе, то это, конечно же, будет принято и уважено и поддержано. – Поддержано ею. – Конечно же. Потому что это твой человек. А не мой мне не нужен. Я уже мог бы многих женщин сделать своими женами, но я бы не встречал своего человека. Я ищу в этой жизни вот это ребро, знаете. – Да. Адамова, Адамова. – Которое, наконец-таки, закрутит весь мой полностью цикл. – Все, тогда не о чем будет разговаривать, там просто будет все понятно. Она скажет, все правильно. – А может быть тогда, в заключении нашего вопроса, может быть просто иметь супругу не из области кинематографа? – Кинематографа. – Там как бог, да. Ты же не можешь выбирать. Она может быть откуда угодно. Ты встречаешь человека, и ты понимаешь, что это твой человек. Если он из области кинематографа, это ж его не портит. Или не из области кинематографа, это ж его не портит. Ну, это твой человек. Как объяснить? Я пока не встретил. – У нас в гостях был актер, режиссер, поэт, кстати, который так и не прочитал. Давайте-ка в заключение прочтите стихотворение. У меня есть стихотворение, которое мне пришло во сне, называется «Россия». И я очень хочу, чтобы оно оказалось пророческим. В 2017 году я как-то был в Америке, три месяца в Вашингтоне. Мне приснился сон, где голос мне сказал, что будет большая заварушка между Россией и США, и вот где ты останешься, тебе и победят. И я уехал. Хотя я там уже пробыл почти три месяца, и были какие-то планы, может быть, там остаться. Я уехал. Я вернулся домой. Я вернулся 9 мая 2017 года. Из Шереметьево приехал домой, взял флаг и вышел на бессмертный полк. Россия, мать моя, моя отчизна. Ты так красива, ты прекраснее всех. Родил себя в России, здесь и вырос, и в ней, скорее всего, на это удел. Как много пережила ты, старушка, из разных мест и проб твоей купцы. Дай Боже, много сил тебе и духа, чтоб непокоренная осталась ты. Тебя пытались многие залапать, мечтали тебя многие сгноить, стремились тебя на колени ставить, хотели тебя взять и расчленить. Но не отдашься ты в ладони бесноватых, не дашь тебя взглядом очернить, не будешь ты ничей, как альма-матер, не станешь ты без божников кладить. Крепись, Россия, ты еще малышка, ты только-только начинаешь жить, но скоро подрастешь и удивишься, какой могучей ты способна быть. Люблю тебя, родная, бесконечная, люблю твои просторы и моря, люблю твой люд простой и человечный. Люби меня и ты, как мать дитя. Спасибо, это был Янис Политов, русский грек. Так точно. Замечательный человек и актер. Спасибо. И режиссер. Удачи. Вам тоже.